Здравствуйте, вы слышали про сухой закон? Я как не пью? Нет, не слышал я. Я сам-то не пью. А вы откуда? Это в внутренней Монголии. К сожалению, наши бурятия относятся к пьющим регионам. Но, наверное, это вынужденная мера. А как думаете, станут ли люди меньше пить? Думаю, что нет. Если кто пил, они будут еще хуже напитки пить. У нас уже попытки были такие, вводы такого закона. Окончились не очень хорошо. Но бары же не закроются же, эти не закроются, все равно будут там выпивать люди. Не знаю, молодежи, но все равно не поможет. Молодежь как пила, так и будет пить. Только больше начнут. Если что-то запрещают, тут же сразу запрещенного хочется. Запретный плод, так сказать. В 90-е годы начали таксисты продавать, начали гнать самогон. Ничего хорошего из этого не вышло. Люди как пили, так и продолжали пить. Менталитет такой. Не задумывались о покупке самогонного аппарата. Уже куплен. Вы сталкивались с алкоголиком? Мешают ли они вам? Под окнами всегда. Под окнами не дают спать. Вот, допустим, у меня дача на Байкале. Там самогон продают. И днем, и ночью приходят, мешают спать. Без меры ходят. Вот вчера мы здесь гуляли. Сидели тут такие ребята очень грустные. Конечно, некрасиво смотреть на них. Вот такими надо бороться, а не с продажей алкоголя. Похожей позиции придерживается и опрошенный нами эксперт. Александр Владимирович работает в республиканском наркодиспансере и о проблеме знает не понаслышке. Его общий стаж работы 29 лет. Проблема многофакторная. Чтобы ее решить, нельзя ограничиваться только одним запретом. Надо еще влиять на все факторы, которые способствуют злоупотреблению. Если говорить о психологическом воспитании, то есть надо у детей с раннего детства правильно формировать жизненные ориентиры. Если говорить о наличии психологических расстройств в людей, то здесь должна быть более доступная психотерапевтическая помощь, чтобы человек себя не лечил алкоголем. Татьяна Никифорова – известная общественница, сторонница и пропагандистка трезвого образа жизни. Она тоже считает, что бороться с алкоголизацией необходимо не только запретами, но и с помощью просветительской работы и устранения ложных ценностей и установок. С самого детства мы видим, придя в магазин, у нас алкоголь продается. Где алкоголь на табачной яд? Где? В продуктовых магазинах. И воспринимается это уже как продукт питания. Ну да, вот сейчас пока это нельзя, а потом нормально, можно. Потом опять-таки ложные установки нам доносится, что стресс снимает, что веселит, что и в горе, и в радости надо. На самом деле это опять-таки установки, и они ложные. Самый эффективный способ в данном случае – вообще все вот эти магазины с самотравляющими веществами, их вынести за пределы города, где будет черным по белому написано «яды», потому что на самом деле это яды алкогольные, табачные. Плюс запрет с детьми туда заходить, потому что это не детское место. Ну и тогда уже не каждый туда поедет. Оценить эффективность антиалкогольного закона мы сможем только 1 марта следующего года, когда ограничения вступят в силу. Валентина Цибикова, Жаргал Церендашеев, Новости дня.